я отказался от актерской карьеры его не брали на роли потому что считали неподходящим этот отказ был для меня стимулом в тот момент я понял что моя судьба зависит от пера вслед за документальным фильмом под названием арнольд сильвестер сталлоне также выпускает свой документальный фильм под названием слай он вышел 3 ноября этого года на нетфликсе но в отличие от арнольда он будет не трехсерийный а односерийный 90-минутный фильм это последняя фотография на которой стал он и был еще неизвестен я представлял себя на этой сцене создается впечатление что герои боевиков прошлых лет решили подвести некую черту под всей своей карьерой и практически одновременно завершить все на чем они работали но возможно это и не так просто нетфликсу нужны знаменитые герои для съемок этаких документальных фильмов было много препятствий которые мне пришлось преодолеть вы можете получить травму тогда вся спортивная карьера коту под хвост единственное что у вас точно нельзя отнять это ваш мозг обе документалки можно посмотреть уже прямо сейчас как и в кинематографе так и в жизни в этих мемуарах арнольд и сталлоне действуют конечно же по-разному арнольд здесь более оптимистичен и не собирается сворачивать при глобальных проблемах сталлоне же наоборот как всегда задает больше драматизма в своем фильме показывает себя более человечным по сравнению с арнольдом который до сих пор прет как машина что нового могут рассказать нам эти документальные фильмы да я думаю ничего герои боевиков уже 50 лет на виду у всего мира как открытая книга просто в очередной раз они все это пересказывают сами можно сказать просто еще одно интервью спустя много много лет проблемы с семьей взлеты и некоторые падения возможно все это и правду было но не забывайте что даже в документалках имеет место быть драматический сценарий когда стал он и стал известен он совершенно не ожидал обратной стороны славы когда вы снимаете кино вы ставите свою карьеру выше семьи и последствия этого катастрофической только теперь я понимаю что на самом деле имеет значение все-таки обе документалки про большой успех нежели про провалы и страдания ведь кому нужны чужие проблемы даже у таких успешных людей что же объединяет эти фильмы возможно одна эпоха ушедшая эпоха боевиков 80-х и 90-х но не только как у арнольда так и у слая в документалках чувствуется некая боль о утраченном времени о нехватке общения с детьми и о том что снявшись в боевиках они прожили сотни жизней но буквально не заметили как же быстро проскочила их собственное без любви жены и детей каково бы мне пришлось вот каково это ведь кино это всего лишь картинки того чего не существует такое не детское кино ребята кино длиною в жизнь что у арнольда что у столоны дорога к успеху была абсолютно разной тем интереснее будет посмотреть оба документальных фильма хоть в них мы почти все и так знаем а сейчас давайте посмотрим оба трейлера и немножечко вдохновимся я представлял себя на этой сцене тысячи людей кричат арнольд арнольд когда вы визуализируете что-то что вы хотите вы верите в это на сто процентов есть много вещей которые мне пришлось научиться было много препятствий которые мне пришлось преодолеть вы можете получить травму тогда вся спортивная карьера коту под хвост единственное что у вас точно нельзя отнять это ваш мозг арнольд шварценейкер прекращает соревнования по кассовым сборам я искал другой вызов политика давайте приступать к работе не было ни персонала ни реального плана наложите мне мейкап пожалуйста он просто разрушил политическую систему у нас есть множество проблем но я хочу сделать то что другие скажут сделать невозможно я вернусь люди будут помнить о моих успехах но также о моих неудачах это было очень тяжело для моего брака и моих отношений с детьми я причинил очень много боли своей семьи мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь а почему же вы не сдались ну потому что в моем видении не было пункта сдаваться в моем видении было зайти на эту гору это тот самый парень который поворачивает свою лодку навстречу торпеде я всегда оставался голодным и никогда не был довольным чего бы вам это не стоило работайте изо всех сил сделайте сделайте это немедленно арнольд на нетфликсе что полезнее для здоровья жить в иллюзиях иметь проблеск надежды или потерпеть неудачу и осознать что ты неудачник я думаю проще всего жить в иллюзии если бы у меня был шанс я бы этот шанс уловил кто этот человек Сильвестр Сталлоне художник писатель поэт или исполнитель как это все произошло я отказался от актерской карьеры его не брали на роли потому что считали неподходящим этот отказ был для меня стимулом в тот момент я понял что моя судьба зависит от пера это не было случайностью это театр где состоялась премьера рокки и мой брат сказал это может быть провал а может быть величайший успех и что-то произошло что-то магическое в тот день можно было услышать возгласы из кинотеатра это последняя фотография на которой Сталлоне был еще неизвестен когда Сталлоне стал известен он совершенно не ожидал обратной стороны славы когда вы снимаете кино вы ставите свою карьеру выше семьи и последствия этого катастрофические только теперь я понимаю что на самом деле имеет значение если бы я потерял все смог бы я обернуться и начать все сначала думаю без семьи этого бы не получилось без любви жены и детей каково бы мне пришлось каково это ведь кино это всего лишь картинки того чего не существует если я смогу выразить свое разочарование у меня возникнет чувство что такое разочарование испытывают сотни миллионов людей на земле этот бизнес дает надежду слай 3 ноября на нетфикс это 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 Продолжение следует...